Добрый день, меня зовут Денинко Владимирович, я преподаватель Щелковского колледжа. Ну, какой сделали? Спасибо. И последний год мы в нашем отделении, по крайней мере, у нас в колледже 7 отделений, в нашем 5 отделении оба компьютерных класса под операционной системой Linux. Ну, в силу того, что мы все время выиграли, ну, в общем, компания базальта SPO в качестве приза нам предоставила лицензии на свои операционные системы. И у нас применяется данная операционная система, ну, в последний год очень активно. До этого вкупе с Windows, а на сегодня у нас только Linux установлено. И я хотел бы рассказать о текстовом процессоре LibreOffice, то, каким образом мы его внедряем. На мой взгляд, основное его достоинство — это работа со стилями. И в нашем, ну, в Щелковском колледже и вообще в Московской области происходит такой проект «Путевка в жизнь». Когда, ну, если кто-то застал Советский Союз, когда была система ОПК, то это примерно что-то подобное. То есть когда школьники 8-9 классов проходят профессиональное обучение в колледжах и получают определенную специальность. И вот LibreOffice, они с ним знакомы очень и очень мало. И на наших занятиях, ну, наши студенты, так скажем, сделали шаблон для подготовки выпускной квалификационной работы. Ну, соответственно, ее можно использовать и для подготовки любой документации, которая необходима школьникам или студентам нашего колледжа. Дипломы, рефераты и так далее. И вот школьник, у школьников, честно говоря, глаза открыты, как широко открыты, как быстро можно оформить. Ну, естественно, при наличии контента, работу, там, ну, 28 листов примерно, там, ну, от получаса до двух, в принципе, человек более-менее подготовленный, может справиться. То есть используется только стиль документа и, соответственно, больше ничего, ну, по крайней мере, для наших нужд этого хватает. В прошлом году был успешный опыт, поэтому, и здесь, на этом слайде, да, я хотел сказать, что, ну, это чисто мое мнение, что свободное программное обеспечение – это отсутствие сегрегации какой-либо, когда у всех учащихся абсолютно равный доступ к тому программному продукту, который они используют для своих нужд. Мы используем, в общем, три уровня заголовков – стиль таблиц, стиль подписи к рисункам и базовый стиль, то есть для обычного текста. Единственное, у нас в колледже готовят еще студентов, которые, так скажем, немножко архитектурных специальностей, и там требуются гостовские рамки. Но в силу того, что я у них не веду, у нас в шаблонах этого не используется, хотя вот есть и эта мысль. Единственная область, где мы не используем стиль – это титульный лист, поскольку заголовки могут попасть в оглавление. Оглавление в шаблоне уже готово, студентам остается только просто обновить его после редактирования работы, и все. Основные разделы нашей работы, нашего шаблона и нашей выпускной работы – это разделы работы, введение, заключение списка литератур и приложения, главы, которые в основной части содержатся, и внутри глав находится параграф. Все это достаточно стилями заголовков отметить, и больше ничего. Кроме этого, как я уже выше говорил, подписи к изображениям и содержимое этого лица. Ну и если кому-то интересно, то в презентации готовый шаблон, который мы используем, его можно скачать по ссылке. Все, спасибо большое. Продолжение следует... Моя мотивация больше в том, чтобы их познакомить с миром свободного программного посвящения, чтобы они более активно его применяли. Например, школьники, которые к нам приходят, они из 17 человек, которые конкретно ко мне приходят, они в школах, что удивительно, они с ними знакомы. Ну, два человека от сила. Ну вот, соответственно, у меня два вопроса мелких. Вопрос первый. Сколько таких кирпичиков у вас еще в запасе? То есть, вот только ли шаблон для LibreOffice или что-то еще вы делаете вот в этом плане, в плане учебной программы? Того, чтобы их привлечь? Нет, просто базировано на open source и на свободных продуктах. Ну, я бы вас понял. Мы у нас в колледже, ну, как бы у меня основная специальность, по которой я, студенты, с которыми я занимаюсь, это специальность начальной профессиональной подготовки, мастер по обработке цифровой информации. По сути, это как раньше было оператор ЭВМ. Но только, мне кажется, раньше это было более масштабно. Ну, на мой взгляд, это что-то на уровне очень продвинутого пользователя. Это не программисты. Ну, понятно, да. Ну, так вот, сколько у вас таких вот наработок на базе всяких свободных и open source продуктов? Ну, я могу сказать, ну, LibreOffice, Bluefish. Так, сейчас. Я просто в этом году очень сильно поменял свой учебный план. Ну, смотрите. Окей, их в количестве. Так, ну, сейчас. Ну, не, 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 я просто пытаюсь вспомнить. Ну, примерно в районе не больше десятка. Ну, просто LibreOffice их, вот LibreOffice и Bluefish, их заинтересовали ребят больше всего. Понятно, да. Более того, я хотел бы еще в рамках реплики, у нас некоторые преподаватели были, ну, из других отделений, те, которые с программистами занимаются, точнее, с веб-дизайнерами, они были очень удивлены такому редактору, как Bluefish, да, что его можно применять, потому что кроме VS Code и там соблюда текста больше… Никто ничего не знает, да, да, да. Ну, о существовании, что-нибудь чего-нибудь подобного, да. Ну, вот. По удивительному совпадению то и другое собираю я в СССР. Значит, да, еще и перевожу Bluefish. Значит, а второй вопрос вот какой. Вы же понимаете, что сейчас вы оказались в преимущественном положении по отношению к многим другим аналогичным вашему заведению, потому что для вас вот эта вот среда условно, значит, ну, такая вот, короче, среда свободного ПО и, в частности, значит, дистрибутива линейки базальт, это уже комфортное окружение, мы все равно в нем работаем. Не хотите ли вы вас главить немножко, не хотите ли вы повысить свои амбиции, потому что мне кажется, что мы наблюдаем, как это, вы слишком низко берете, вот у вас действительно подход достаточно системный, вот, по крайней мере, то, что я вижу здесь, да, и вы говорите, ну, у меня еще есть там какие-то наработки по Bluefish. Смотрите, стоит только немножко, немножко распиариться, к вам начнут ходить за этим опытом, потому что он сейчас востребован, а вы в это умеете уже не первый год. Ну, спасибо. Я хочу заранить в вашу голову эту идею, потому что, правда, это производит очень впечатление толковое именно с точки зрения, как бы, законченности решения задачи, а это то, чего нам все время не хватает, о чем уже на этой конференции было три или четыре доклада. Спасибо большое, я занял много времени. Я здесь еще такой момент реплики, но это, конечно, как некоторые сожаления, которые я испытываю, когда, вот, например, мы с этим шаблоном занимались, может быть, мелочь, и, может быть, это не заслуживает внимания, но, тем не менее, просто я вот, те требования к работе, которые нам спустили, прям пишут в формате .docx, к примеру, ну, в этом году что-то более-менее изменилось, но при этом использование обязательно шрифта Times в Роме, но тоже, да? У меня вопрос, Гоша задал, вопрос довольно-таки широко, я здесь слева. Гоша задал вопрос довольно широко, я вот, наоборот, хотел бы чуть в глубину его задать по поводу методических материалов, то есть оно было показано, как используется, а вот как обучаются, вот я бы хотел знать, у вас есть материалы, как обучить кого-то пользоваться в Райтером, может быть, даже именно стилями, как, может быть, какие-то методические рекомендации по поводу того, что вот возьмите, пожалуйста, используйте именно стили, не надо использовать обычное форматирование, потому-то, потому-то, и давайте научимся это. И вот прям с таким готовым методическим материалом или, может быть, даже небольшим спецкурсом приходить к учителю или тем, кто работает с документами. Вот есть ли такое? И не обязательно с документами, с тем же Bluefish, то есть есть ли вот такой вопрос в глубину по всем вашим широкому набору таких элементов? У нас конкретно в этом году и конкретно по LibreOffice именно по шаблону вот этот курс полношкольников, у них сам курс, само время, которое выделяется, достаточно короткое. И на наших встречах они, ну, все это носит более прикладной характер. Сразу начинаем со стиля, и вот это им очень нравится, они очень удивлены, что по сравнению с тем, что они использовали до этого, как быстро вот это все можно сделать, и как, ну, вообще, как они горят, очень круто. Нет, я понял, документацию-то взять откуда, можно ли от вас получить эту методику обучения? Я понял, ну, у меня есть сайт на Moodle, мы как бы на нем занимаемся, и все лекции, ну, не все, лекции, лабораторные работы, которые они делают, мне просто удобно, чтобы они сделали, я там посмотрел, да. Это все открыто, да? Ну, сайт открыт, там кое-что есть в гостевом доступе, но если вот интересно, это я тоже могу на гостевой доступ к нести. Конечно, очень интересно. Спасибо большое, я хорошо обязательно, я вас понял. Да, 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 у меня теперь маленький вопрос, это в продолжении вчерашнего доклада, вот, ну, учащимся чаще всего тоже там придется список литературы там по госту оформлять, вот ваш шаблон умеет это, и там, допустим, нумерацию автоматическую проставлять? Ну, нумерацию, как, это все, да, тривиальная вещь. Просто их основной момент очень порадовал, это то, как заголовки круто делаются всегда с новой страницы, там, что он пишет, сам слово глава, там, вот это, ну, и вы понимаете, да, я просто вот сейчас вот рассказываю вам, мне кажется, просто это такие тривиальные вещи, а вот у них прям глаза горят от этого. Как это все круто, можно быстро сделать, по сравнению с их сверстниками, которые над ней могут неделю с оформлением работать. А самое смешное, когда ребята пытаются вручную обновление сделать, я, честно говоря, такого еще не видел. Да, 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 и еще смешнее, когда номера страниц вручную вставляют, долго не мог понять, это как. Это не смешно, это печально. Ну, да, это смех сквозь слезы, я просто, я вначале не понял, что это такое. Скажите, нет ли у вас возможности, желания, требования к оформлению и, как следствие, шаблон привести в соответствие к каким-нибудь ГОСТам под реальную техническую документацию, программную документацию? Ну, желание есть, но просто, понимаете, вот то, что нам спустили, вот в рамках этого мы и работаем. А оно, то есть, оформление ВКР у вас спущено с какого уровня? С колледжа, с уровня колледжа. А, ну, то есть на уровне колледжа это может быть решено получать? Да, просто… А, ну, на уровне индивидуально, но, тем не менее, это решение учебного заведения? Ну, как, просто получилось так, что я в этом году веду ВКР, вот, и с данным шаблоном ее готовят, ну, очень быстро, да, и сами студенты, то есть я им предложил выбор, они поначалу, естественно, как вот, ну, многие хотели, чтобы мы в Ворде работали, я говорю, в Ворде, пожалуйста, можете делать, ну, сами, а здесь вот как бы у вас есть выбор, да, и как бы они попробовали, им нравится. Я понимаю, да, просто речь о том, что, ну, студенты очень долго и мучительно привыкают к реальным требованиям оформления документов, и, в общем-то, чем раньше их начать к ним приучать, чем лучше. То есть если они на уровне колледжа будут видеть правильное ГОСТовское оформление документов, я считаю, что это очень здорово. Ну, просто, видимо, как-то надо выходить на методистов, которые определяют форму документов. Ну, это, я с вами абсолютно согласен, что это лучше начинать с первого курса и со школы прям правильный подход к оформлению документов. Подскажите, пожалуйста, а вот есть у LibreOffice какие-то средства работы с шаблонами, которые у Microsoft отсутствуют? Отсутствуют. Потому что я помню, что я еще на Windows 3.1 и соответствующем Ворде делал генерацию оглавления. Я уже забыл тонкие детали, это было очень давно. Вот, то есть у Microsoft тоже есть эти моменты. Где LibreOffice, где он сильнее? Ну, я могу сказать, что я просто с Вордом не работаю уже достаточно давно, но в свое время, когда и в Ворде стоял этот вопрос, да, вот с шаблоном, и там номера под заголовков почему-то получались очень плохо. Ну, когда вот нужно сделать, чтобы 1.1, 1.2 или там. Вот в LibreOffice как-то это получилось быстро и достаточно интуитивно. А там что-то, в общем, я бился-бился, ничего не нашел, в интернете ничего не нашел. Ну, как-то в LibreOffice получается, ну, отлично. Я даже, ну, вот, например… Ну, да, ну, не знаю, вот были… Я просто сравнивал разные версии Microsoft Word, седьмой и, допустим, последнюю. Присылают презентацию и все, и она там… А в LibreOffice открывается, вот, казалось бы, один и тот же формат, а почему-то проблема. Это отдельная боль, да, из разных версий и тем более презентация. Спасибо. И плюс еще Word очень сильно почему-то портит стиль LibreOffice. Ну, не знаю, мне так показалось. Это он с лютой ненавистью. Может быть. Нет, почему? Ну, объективный факт. Ну, я согласен полностью. Его ненависть, Word… А, нет, ну, понятно, они денег хотят. Студенты тоже, некоторые приходят, чуть ли не плачут, а у меня вот компьютер выдает вот сообщение, что нельзя установить это какое-то вредное ПО. Ну, понятно, да, почему именно так? Вот у меня комментарий к этому комментарию. Мне кажется, что нам в целом без особой разницы, чем Microsoft Word сильнее. Мы, когда хотим внедрить свободное ПО, мы просто учим людей на свободном ПО, и получается, что люди умеют работать в свободном ПО, там, в российском ПО, а пропоритарно просто не умеют. В Word там, на мой взгляд, действительно со стилями работы менее удобно, но это, опять же, может быть субъективно, но LibreOffice реально круто, когда речь заходит о стилях. Вот если мы в нем учим людей работать, учим в нем все делать. Вот я, например, своего товарища во время обучения в УЗе учил, он не умел работать ни в Word, ни в LibreOffice, когда нужно было оформлять разные документы, я его учил работать в LibreOffice. В итоге он умеет работать на Linux, и в LibreOffice лучше, чем на Windows. Вот, собственно, мне кажется, основная цель использования СПО в образовательном процессе должна быть именно такой, чтобы на выходе человек... Если он умеет что-то одно, он будет по такому же принципу сможет разрабатываться в чем-то другом. Но люди, они ленивые, большинство людей не будут разбираться в чем-то другом, когда они уже разобрались в чем-то одном. Поэтому важно, чтобы это что-то одно было свободным ПО. Я вот научился верстать в LibreOffice, ну как, научился, приемный верстать в LibreOffice, после просления книг, что набор версток все милосер. До этого я не мог ничего сделать в LibreOffice, потому что, ну, могли у меня не встроены, не так. Но я не готов, что рекомендовать себя вытравить. Ну, моя основная мотивация – это то, что у всех у них есть равный доступ, равноправие. Спасибо за доклад. До свидания. Спасибо.